Девушки отдыхают Кроме одного нюанса Год назад Эмиль жил в тюрьме Добро пожаловать в Копенгаген Это «Жизнь других» Девушки отдыхают Мусорных свалок нет вообще Женщины делают укладку Два раза в жизни А заключенных в тюрьме Отпускают на выходные домой Удивлены? Сейчас все Сами и увидите Я бы могла родиться в семье Сунэ Шайбю Мой отец целыми днями Сжигал бы тонны мусора на заводе А я после уроков каждый день Приходила бы кататься на лыжах По крыше этого же самого завода А возможно я была бы дочерью Кристиной Она бы с детства Учила меня играть в гандбол Но мечтала бы, чтобы я стала врачом И работала в скорой помощи Но скорее всего я бы родилась В семье Андерса и Лисе Училась бы в необычной школе Без дверей и отдельных классов А по вечерам ходила бы с семьей В бывшую церковь На большие совместные ужины Но в какой семье я бы не родилась Благодаря налогам Которые платят все жители Копенгагена Роды не стоили бы мне ни копейки Ведь в Дании все процессы Связанные с беременностью Являются бесплатными Боже мой, конечно, датчане молодцы То, что они делают очень уютные интерьеры Подушечки голубенькие Такие удобные кровати Понимаешь, лампы, светы, цветы Чтобы вы понимали Это просто родильный зал Вот здесь, в таких условиях В домашних, так сказать Женщины рожают Никакого стресса Цветочки Милая, понимаешь Домашняя обстановка Удобные подушечки Лежишь себе и рожаешь Чего бы не рожать Так вот, рожала и рожала Даже если у пары не получается забеременеть Естественным образом Страховка полностью покроет процедуру ЭКО С помощью этой технологии Появляется на свет Каждый десятый ребенок в стране Что делает Данию Мировым лидером По использованию Вспомогательных Репродуктивных технологий Неважно Каким способом Датчанка забеременела Беременность не является поводом Чтобы не ходить на работу Пропускать тренировки Или любимые вечеринки В роддоме Датчанки тоже не привыкли задерживаться Мы советуем беременным Заниматься спортом По крайней мере 30 минут в день Не ограничивать свою половую жизнь Делать все, что они хотят И иметь нормальный Образ жизни В общем Оставаться Энергичной И позитивной В клинике есть такое дерево жизни Где каждая женщина Которая родила ребенка Берет вот такой листочек Представляешь Вот тут вот иголочки И прикрепляет Каждый лепесточек Зарожденного ребенка И в конце года Тут где-то 7-7,5 тысяч Листочков Светленькие листочки Это девочка Темненький это мальчик Красненький Не знаю, что это Вишенка Двойняшка А беленький Это женщины Которые родили дома Но все равно сюда приходят На проверку И 31 декабря Все листочки Убираются И с нового года Начинается новое Дерево жизни Голое Которое ждет новых детей Класс Да че они Возьму листочек себе А зачем мне листочек Мне не нужно Оставлю лучше Класс Если нет проблем Со здоровьем Или каких-то осложнений Через несколько часов После родов Мамочку с малышом Отправляют домой А после 48 недель Положенного декретного отпуска Родители уже возвращаются К полноценному Рабочему Графику К детям в Дании Начиная с самых малых лет Относятся Как к равным Даже в школе Между учителем И учеником Нет никаких Барьеров Быть с учителем На ты Не только можно Но и нужно Так считают В датских школах Правда ли это? Не знаю Идем сейчас все это И узнаем Харальд Учится в третьем классе И обожает ходить в школу Он не знает Таких фраз Как Учитель всегда прав Или звонок для учителя И это не мешает ему Хорошо учиться И получать Качественные знания Пока у него перемена Он согласился Показать мне свою школу Которая вас Очень удивит Так слушай Как интересно Это шкафчики какие-то Да? Ваши шкафчики Это наши шкафчики В которых мы храним Свою одежду И учебники Дети не кричите А рядом уже парты За которыми Проходят наши уроки А подожди Вот это класс? Да Вот это класс? Иди сюда Подожди Вы не поняли Идите сюда А классы здесь Потому что тут В классах нет Стен И как вы То есть у вас тут Вы сидите тут И математику учите? Да Вот это да И кто-то оставил Свои книжки Ничего себе А вам говорят Дети Сидите на уроках Никуда не ходите Или вы можете Вставать на уроки Идти куда-то К другу поговорить На математике Нам надо сидеть Тихо И не мешать Остальным Но на более Творческих предметах У нас полная Свобода Можем ходить По классу И сидеть Где нам нравится А ты мне скажи Просто Вот вы Сидите Учите математику Ой, я как вспоминаю Это математику Честно говоря У меня аж голова болит А вам не мешают Дети Вот которые Рядом Рядом учатся Вот Я прямо их вижу То есть вот кричат Тебе не мешают они? Во время уроков У нас тихо Просто сейчас перемена Поэтому все шумят Кроме необычных классов В датских школах Еще и необычное отношение К домашним заданиям Исследования показали Что домашние задания Совершенно не фиктивны Поэтому наши ученики Получают минимальное Количество работы на дом И мы никогда не ругаем их Если оно не будет выполнено А слушай А скажи мне пожалуйста А если вот вам задали Какое-то задание А ты его не сделал Тебе поставят плохую оценку? Если не успел на сегодня То могу выполнить На следующий день Ребенок не знает Что он живет в раю Ты не сделал Сегодня сделает завтра Господи, боже мой Господи Я никогда не могла сделать Завтра то, что не сделала Сегодня на меня В серебре Рай До девятого класса Ни один школьник Не получает оценок И только в последних Двух классах Перед выпуском Вводится система Оценивания Мы не видим смысла Использовать оценки В виде мотивации к учебе Это давно не работает Мы обязательно проводим тесты Но не для оценивания А для того, чтобы проверить уровень знаний Гуляя по школе Только и успеваешь удивляться Нет ни стен Ни дверей Ни отдельных кабинетов Радует, что туалет огражден А не стоит посреди этажа Так, ой А это что у вас такое тут? Кухня? Нет, это еще один наш класс Подожди Я, я не Извини Я тебя перестала слушать Я то, знаешь Нашла кое-что Что это такое? Это в начальной школе Я нашла сковородки Что это? Объясни мне Мы с учителем на них Жарим бекон И подогреваем пиццу Серьезно? А ты можешь принести Из дома бекон И поджарить его? Раз в неделю Нам показывают Как можно приготовить Разное блюдо В прошлый четверг Был день такоса И мы его готовили Друг для друга Государственные школы В Дании Абсолютно бесплатные Поэтому каждый Может получить Качественное знание Наравне со всеми И не важно Какого цвета твоя кожа К какой религии Ты относишься И отличаешься ли ты Чем-то от других детей А это класс Для моих одноклассников С особыми потребностями Мы учимся все вместе Но если они хотят Побыть в тишине Они приходят сюда Мы тоже иногда Здесь играем Тут то есть Вот это пространство Закрыто Я поняла Там даже гамак висит Какая прелесть И вот здесь ты заходишь Ой тут диван Классно Так тут можно Сидеть Спокойно играть В принципе в тишине А скажи мне вот честно У тебя Есть вот такие Ребята в классе Которые тебя Прям очень Сильно раздражают И ты с ним все время Ругаешься Там дерешься Не можете поделить Что-то Вот какие-то Есть у тебя вот такие Вот ребята в классе Или ты со всеми Дружишь И со всеми Находите общий язык Нет такого Мы все друг с другом Дружим И помогаем Если это нужно Ну что ж Теперь можно смело Сказать что Датские школьники Пожалуй самые Счастливые Школьники в мире Ларс закончил школу Три года назад И сейчас Учится в университете Будучи подростком Ему поставили Диагноз Синдром Аспергера Несмотря на то Что во многих Странах мира Он вряд ли Продолжал по учебу В обычной школе И до высшего Образования Дело могло бы И не дойти В Дании Его жизнь Абсолютно Никак Не изменилась Сегодня мы договорились С ним о встрече На одном из пляжей Где все жители Копенгагена Любят проводить время В теплое время года Скажи мне Какие условия В университете В Дании Созданы для людей Вот с такими Особенностями Есть специальный человек Который помогает мне Я могу обратиться К нему По любому вопросу И с любой проблемой И он поможет мне Ее решить А вот этот человек Который есть у тебя В университете Который С тобой Вот общается Это Человек Который работает В университете И у него Именно такая работа Общаться Вот с такими людьми Как ты Или его просто Приглашают Время от времени Университеты Сотрудничают С организациями Которые нам помогают Поэтому люди Которым мы обращаемся Приходят только Когда нам это нужно А в университете Еще кроме тебя Есть такие люди? Я знаю еще Нескольких ребят Страдающих аутизмом А как у тебя Отношения Складываются В университете С ребятами Которые учатся с тобой? В школе Я чувствовал Небольшой дискомфорт Но сейчас Все очень поменялось Дача Нетолерантный народ Я чувствую себя Комфортно И очень больно знать Что в других странах Из таких как я Делают изгоев Частные высшие заведения В Дании Запрещены А все государственные Абсолютно Бесплатные К тому же Каждый студент Получает стипендию Ну а скажем Я знаю что Вообще студентам В Дании Платят Стипендию Причем Я слышала Что такую хорошую Стипендию Действительно ли это так И насколько ее хватает Вам Не стоит забывать Что к высоким стипендиям Прилагаются высокие цены На все вокруг Выплаты достигают 6 тысяч крон в месяц И тем кому не хватает На жилье Могут получить надбавку Многие школьники После выпускного Берут паузы На год Или на несколько лет Я например На год уехала Работать в Африку Потом вернулась И нашла работу А еще через год Все же решила Поступать в университет Пауза многим идет На пользу Ведь это дает возможность Выбрать именно Ту профессию Которая действительно Тебе нравится Родители не только Не были против Перерыва после школы Но и поддержали Мой выбор Для них не важна Корочка о высшем образовании И им важно Чтобы я была счастлива Если вы собрались В истории города Современной жизни датчан И всеми достопримечательностями Вас с радостью Познакомит лицензированный Гид Татьяна Клюкас Одна из самых Высокооплачиваемых Профессий В Дании Это врач Даже после вычета Налогов Их зарплата Все равно Остается Очень даже Завидной И равна Примерно 40 тысячам Крон При этом Для граждан Медицина Как вы уже знаете Абсолютно Бесплатно А медицина В Дании Начинается Со скорой помощи У каждого человека В Дании Есть вот такая Желтая карточка С кодом Если вдруг он заболел Что-то у него случилось Голова Живот Ну все что угодно Он приходит В больницу Даже ничего не говорит Просто дает Эту карточку По коду Уже все знают Как его зовут Кто он такой Он объясняет Причину Своей Недомоганий И ему говорят Ждите И вот тут уже фортуна Или ты быстро попадаешь К доктору И тебе оказывают помощь Или ты можешь ждать Очень долго Можешь ждать Больше шести часов Если вдруг Очень много людей И доктора все заняты Такая система Вне очереди Мы обслуживаем Только тех Чья жизнь На грани смерти Остальные ждут Минимум два часа Но в зависимости От времени года И времени суток Ожидания могут Затянуться У скорой помощи Даже есть Несколько видов Машин Самое интересное Когда человек В Дании Вызывает скорую помощь К нему приезжает Не одна А две Машины Потому что В одной машине Медбрат А в другой машине Доктор Который говорит Медбрату Что ему делать С больным Который его вызвал Вот это да Но есть еще Один вид машины Скорой помощи Который лично Меня очень впечатлил Есть еще Вот такие Вот смотрите О господи Вот такие Это даже не машина Скорой помощи Это целый госпиталь И он рассчитан На большое количество людей Если вдруг Авиакатастрофа Или еще какие-то Не дай бог Случаются Экстренные случаи То вот приезжает Вот такой вот Прям грузовик Который из Трех метров Вообще Вырастает В девять метров Представляете И тут можно Делать операции Сразу нескольким людям Идем посмотрим Такое чудо техники Стоит Миллион Триста Тысяч Крон Почти Как квартира И хочется Назвать его Автомобилем Из будущего Но нет В Копенгагене Это реальность Работники Скорой помощи Заступают на дежурство Либо на восемь Либо на шестнадцать часов Дольше работать Запрещено И месячная зарплата После налогов Колеблется От двадцати пяти До тридцати пяти Тысяч крон Датчане Редко обращаются К врачам Потому что С детства Многие из них Укрепляют иммунитет И занимаются спортом Многие мои подруги Занимаются бегом Пилатесом Йогой Что поддерживает Себя в форме Но если бы я жила В Дании То мои подруги Занимались бы все Гандболом Можно смело сказать Что гандбол Это национальный Спорт Дании Сборные команды Занимают призовые места На чемпионатах И олимпийских играх А известные Гандболистки Являются народными Любимцами Я с детства Со всей семьей Следила за матчами И до 30 лет Даже профессионально Занималась спортом А сейчас Я работаю Детским тренером Кристина только что Закончила тренировку И вместе со своей Подругой Финкой Согласилась немного Рассказать о гандболе Слушай Я честно говоря Когда заходила к вам На тренировку Я видела Такое количество девочек Честно говоря Я видела В хореографических училищах На коньках Которые девчонки катаются А гандбол Никогда не видела Это же очень травматичный вид спорта Как вы занимаетесь? Вам вообще не страшно? Почему вы им занимаетесь? Это часть нашей культуры По всей Дании 932 гандбольных клубов Каждым из которых Тренируется По 500 700 человек А что касается травм Мы носим специальную защиту И так как она не всегда спасает Физиотерапевт Всегда дежурит в зале Но вы занимаетесь этим Уже профессионально Для работы Или это ваше хобби? Кристина тренер А я просто тренируюсь здесь с детства И по-прежнему Плачу за тренировки Это дорого вообще стоит? 225 крон в месяц Для многих жителей Копенгагена Гандбол является заменой фитнес-клуба Ведь это похлеще Любой силовой тренировки А, да Ну, зато, наверное Занимаясь гандболом У вас нет никаких женских проблем Как лишний вес и целлюлит Наверное Вы не знаете, что это такое Если делать перерыв То бывает и бока вылезают Но достаточно пары тренировок Чтобы все как рукой сняло Ну, а мне интересно Вы же все равно девчонки Вы посещаете салоны красоты Я не знаю Делаете массажи Маникюры Педикюры Или для гандболисток Это не важно И не интересно Иногда ходим на маникюр Изредка стрижемся А прически всего пару раз В жизни делаем На выпускной И на свадьбу Пожалуй, все Судя по всему Что обычная укладка В салоне может стоить От 750 крон А маникюр стоит Не меньше 500 Я могу понять Почему датчанки Не злоупотребляют салоном Жительницы Копенгагена Заботятся не столько о внешней Сколько о внутренней красоте Поэтому вместо салонов Они скорее пойдут В тренажерный зал Или театр Естественность для нас Превыше всего К тому же Красивая женщина в Дании Это счастливая женщина Я считаю Что если ты не будешь любить И принимать себе Такой, какая ты есть Ты никогда не будешь Нравиться другим У Лисы Двое маленьких сыновей И полная рабочая занятость Она мне честно призналась Что в салон уже Не ходила Последние два года Ведь потратить Два часа на прическу Это роскошь для нее Когда дома куча дел Поэтому придя к ней в гости Я даже решила Немного помочь Ну а ты мне скажи Вот по хозяйству Вообще Как у вас распределяются Обязанности Жена занимается домом Уборкой Готовкой Детьми А муж работает Или в принципе Вы У вас распределены Обязанности Я смотрю Муж со вторым ребенком сидит Да? Стараемся все делать поровну Он работает в школе А я в страховой компании Поэтому загружены одинаково Кто раньше освобождается Забирает детей из сада И школы И готовит еду А вам кто-то помогает С воспитанием детей? Я не знаю Там бабушка Няня Наша с Андерсоном Мама помогает Но они тоже работающие женщины Поэтому они могут посидеть С детьми Всего пару часов На выходных Это правда Что здесь не принято Брать няню? У нас принято нанимать Либо эмигранток Либо просить подростков Посидеть с детьми У нас есть соседка Ей 10 лет И она за небольшую плату Сидит иногда С нашими малышами Я, кстати, тоже так подрабатывала Когда была маленькой А на самом деле Когда родился мой брат Мне тоже было 10 лет И я тоже с ним сидела Учила его уму-разуму Поэтому такой умненький получился В Дании дорогая недвижимость Но ее качество Оставляет желать лучшего В новых домах Которые находятся В городской черте Довольно тесные комнаты А полы в них сильно скрипят Бюджетными квартирами Считаются те Стоимость которых Не превышает 750 тысяч крон За эти деньги Можно купить однушку Где будет Совмещенный санузел А кухня Окажется Частью прихожей Квартира нашей Семейной пары Гораздо просторнее Поэтому стоит Около 2 миллионов крон Неужели Учителя и работники Страховых Настолько обеспеченные люди? Меня знаешь, что интересует? Что здесь, в Копенгагене Очень-очень дорогое жилье Недвижимость просто А я так понимаю Это квартира ваша Как вам удалось купить квартиру Здесь, в этом городе сумасшедшем? Нам просто повезло Друзья рассказали, что продается такая квартира И цена оказалась очень низкой У нас было 20% от ее стоимости А разницу мы взяли в кредит А коммунальные услуги дорогие здесь? В месяц выходит от 1000 до 1200 Пока мы болтали, дети начали капризничать И Лисе ушла с ними в комнату А я тем временем решила поговорить с Андерсом Об армии И сейчас вы поймете, почему А скажи мне, пожалуйста Это правда, что здесь, в Дании Мужчины идут в армию по лотерее? Вы вытаскиваете билет лотерейный? Да, так и есть Но есть еще ребята, которые не могут служить По состоянию здоровья Мой друг не попал в армию Из-за больших передних зубов Я первый раз, конечно, такое слышу Я понимаю, там, по состоянию здоровья Но что из-за больших зубов Тебя не берут в армию? Это, конечно, так К стоматологу надо было ему сходить Господи, Вич, ничего не могут догадаться без меня Ну, а подожди, а как это происходит? Ты приходишь, лежат бумажки Ты вытягиваешь бумажку И там тебе пишут Идешь или не идешь, да? А в основном парни хотят идти или не хотят? Да, приходишь и вытягиваешь билет Мне кажется, процентов 90 служить не особо-то и хочет Но что делать? Для тех, кто должен идти служить Но душа к этому не лежит Есть альтернатива Армия приравнивается к работе сиделки в доме престарелых Или работе воспитателя в садике То есть приравнивается работа в детском саду К служению в армии здесь? Да, в детском саду, в который ходит наш сын Много мужчин-воспитателей Которые пошли туда вместо службы в армии Бенни сейчас работает старшим педагогом в детском саду Хотя никогда не планировал этим заниматься Выбрав сад вместо армии Он настолько полюбил эту работу Что и решил остаться тут уже после окончания службы Детские сады открыты круглый год С 7 утра до 5-6 вечера За исключением выходных и национальных праздников Ясли будут стоить около 3000 месяцев А сады для детей от 3 до 6 лет примерно 1500 Копенгагене на детей никто не кричит Не наказывает и не ставит в угол С ними разговаривают Как и любые дети, наши мальчики и девочки дерутся, ругаются, иногда и кусаются А это ни в коем случае не остается без внимания взрослых Просто здесь ребенка не отчитывают в присутствии остальных А беседуют индивидуально Неудивительно, что жители Копенгагена называют Самыми счастливыми людьми в мире Ведь здесь не только все уважительно относятся друг к другу Но и город продуман для максимального удобства каждого жителя Копенгаген много раз был лидером среди лучших городов для жизни Власти всячески заботятся о комфорте своих граждан Поэтому неудивительно, что многие иностранцы мечтают переехать сюда на ПМЖ Но чтобы стать гражданином Дании Нужно прожить здесь минимум 12 лет Сдать сложный языковой экзамен и пройти ряд проверок Если вы мечтаете без проблем получить европейский паспорт Чтобы бесплатно учиться в европейских вузах Получать качественный метод обслуживания И спокойно передвигаться по территории Евросоюза Вам поможет компания International Expert Переходите по ссылке в описании Оставляйте заявку на сайте И для вас подберут лучшую иммиграционную программу А также для вас в течение месяца есть приятная скидка На услуги юристов компании Просто скажите, что вы от Жанны Бадуевой Мы заранее готовим проект каждого построенного здания в Копенгагене У нас даже готов план развития города на 2070 год Самый главный критерий для нас – это довольные датчане Мы действуем исключительно в их интересах И если кто-то будет против, значит наша работа не имеет никакого смысла Так в 2017 году практически в самом центре столицы Появился мусоросжигательный завод Его постройка обошлась в 18,5 миллионов крон Но польза, которую он приносит, бесценна Ежедневно 250 машин привозят сюда мусор, который невозможно переработать И за год сжигается около 450 тысяч тонн отходов Которые могли бы загрязнять окружающую среду При этом гуляя по территории завода Я встретила лишь несколько человек Интересно, как им удается совсем справиться Слушай, тут такой у вас огромный завод Сколько тут работает людей? В офисе работает 560 человек Которые занимаются организационными вопросами А работников завода всего двое Да ты что? А я думаю Слушай, а я хожу по заводу и не могу понять, в чем дело Почему, знаешь, как вымерший город Как два человека? И они справляются со всей вот этой сумасшедшей махиной Тут же столько всего Как за этим может смотреть два человека? Завод оснащен самым новым оборудованием Поэтому производство полностью автоматизировано Скажи, пожалуйста, а вот эти два человека, которые работают здесь на заводе Они хорошо зарабатывают Точную цифру назвать сложно Но в месяц после вычета налогов Около 30 тысяч крон получают точно Благодаря сжиганию памперсов и прочих неперерабатываемых отходов Завод вырабатывает тепло и электричество Которым обеспечивает более 150 тысяч домов А это практически треть города Тем временем в других странах для этого сжигают нефть и газ Нанося колоссальный урон нашей планете Ты мне скажи, то есть он стоит в центре города, этот завод Я видела, белый дым идет из него Это не вредно для окружающей среды? Здесь установлена самая современная система чистки дыма Поэтому выбросы в атмосферу минимальны Я вам даже больше скажу Воздух над нашим заводом гораздо чище, чем над любой городской парковкой Казалось бы, люди, живущие возле завода Могли бы быть против такого сооружения по соседству Но всех подкупила необычная крыша А если на мусороперерабатывающем заводе подняться вверх по лестнице На самую крышу, то попадаешь на лыжную трассу Красота! 500-метровая лыжная трасса, а также стена для скалолазания Дорожки для бега и площадка для фитнеса Неплохо, как для крыши завода К нам приходят все От детей, которые еще плохо говорят До стариков, которые уже плохо ходят Абсолютно все, что есть на крыше, бесплатное За исключением лыжной трассы Каждый час на ней обойдется в 370 крон Находясь на крыше, кажется, что ты действительно где-то в горах И это неспроста На трассе высажены определенные виды деревьев, которые защищают от ветра на высоте 88 метров А крыши разработаны таким образом, чтобы привлекать птиц, пчел и бабочек Мы надеемся, что на нашем заводе со временем образуется собственная небольшая биосфера Вот вам яркий пример того, как государство заботится о своих гражданах Причем обо всех, без каких-либо исключений Я думаю, многие слышали страшные истории про тюремную жизнь И, к сожалению, многие из этих историй заканчиваются сломанной судьбой Так вот, власти Дании сделали все, чтобы подобных историй в их стране не было Датские тюрьмы – одни из самых лояльных и человечных в мире В них заключенным дают шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону и сойти со скользкой дорожки Чего только стоит закон о том, что в Дании попытка побега из тюрьмы не считается преступлением Если беглеца поймают, ему всего лишь придется досиживать в тюрьме свой срок Но, тем не менее, датчане не сбегают каждый день, а дисциплинированно ждут окончания срока Ведь только запретный плод сладок В Копенгагене есть кафе-выход, в котором каждый день собираются датчане, отсидевшие срок Здесь они помогают друг другу делиться опытом и просто проводят свободное время Сегодня я решила заглянуть сюда, чтобы узнать, как же складывается судьба у жителей Копенгагена После тюрьмы Ну, скажи мне, за что ты сидел? Я продавал запрещенные вещества, а за что получил год тюрьмы? В прошлом ноябре срок закончился Ну, а скажи мне, вообще есть в Дании жизнь после тюрьмы? Как воспринимает общество? Легко ли вам устроиться на работу? Можете ли вы взять кредит? То есть, или надо все начинать с нуля, и, в принципе, пробиться практически невозможно Общество спокойно к нам относится Датчане умеют давать второй шанс, ведь каждый может оступиться К тому же судимость не приговор У каждого из нас есть штрафной аттестат, который действует ровно пять лет после конца отбытого срока Потом же судимость аннулируется, и ты ничем не отличаешься от людей, которые никогда не сидели Чаще всего после оглашения приговора подсудимый живет дома и ждет повестку В ней будет указан точный день, время и адрес заключения, куда необходимо будет явиться Ну, вот знаешь, мне что очень интересно Мое скудное знание жизни в тюрьме, знаешь, как бы строилось только на фильмах Там страшные надзиратели, грязно, холодно, сыро, никакой еды Могут тебя заколоть, забить и ночью, и на прогулке Ну, такие вот страшные какие-то мексиканские тюрьмы Скажи мне, условия тюрьмы здесь, в Дании, они тоже страшные? То есть, как вы там жили? Говоря о датской тюрьме, можно забыть про западные сериалы У нас чистые и удобные комнаты Мы работаем и зарабатываем деньги в тюрьме Даже готовим себе сами А еду мы заказывали два раза в неделю с помощью специального планшета Датская тюрьма ломает жизнь людям? Или наоборот, она действительно их перевоспитывает, дает время для осознания? И оттуда выходят люди, которые в большинстве своем не возвращаются к своему криминальному прошлому Всего 30% преступников возвращаются к своему криминальному прошлому Лично мне тюрьма пошла на пользу Я мог встать на ноги и отдалиться от криминального мира А если бы с нами в тюрьме обращались как с животными, то мы все такими бы и были Каждый заключенный получает 40 крон в день Кроме того, они работают и получают зарплату 35 крон в час Рабочий день с 8 до 3 В неделю они должны отработать 37 часов А это около 1250 крон Те, у кого нет законченного среднего образования, могут вместо работы учиться в школе Им тоже платят зарплату, так как учеба поощряется В Копенгагене очень низкий уровень преступности У датчан нет надобности брать взятки и нарушать закон Ведь средняя зарплата достаточно высокая После вычета налогов в среднем будет не меньше 20 тысяч крон Александр тоже не жалуется на жизнь И более того, помогает другим Хоть на несколько часов улучшит свое настроение Ведь он директор местного клуба по интересам Наш клуб находится в здании бывшей церкви Каждый день у нас проходят различные мероприятия От лото и до танцевальных соревнований А каждый четверг мы устраиваем ужины На них может прийти любой желающий За символическую плату Придя на такой ужин, я ожидала увидеть людей постарше Но оказалось, что тут практически одна молодежь Ну что ж, сейчас узнаем, что же их сюда привело Ну а как часто вы сюда приходите? Я тут впервые Я раз в месяц сюда прихожу Тут можно найти новых знакомых, а еще вкусно и дешево поесть Ну а сколько стоит ужин здесь? Ужин стоит 50 крон Обычно этих денег хватает на чашку кофе А вы когда сюда приходите, вы краситесь, одеваете красивые платья То есть это какое-то событие или в принципе неважно, как ты выглядишь? Кто как, вы можете это заметить по нам Лично я сейчас очень нетипично одета, как для дочанки Обычно все выглядят так, будто они 5 минут назад проснулись Но так я одевалась всю неделю, сегодня захотелось разнообразия Слушайте, а скажите, а как вы знакомитесь с молодыми людьми, с парнями? Вообще, как это происходит в Дании? Обычно через общих знакомых или на вечеринках А тут можно познакомиться с кем-то на этих встречах, на этих вечеринках? Дай-ка я гляну Это не очень Тут можно дешево поесть Бескорыстная дружба для датчан – это не пустое слово У нас всем плевать на статус и богатство Ну подождите, девчонки, ну хорошо, ну а как еще молодежь тут развлекается? Хорошо, пришли, поели в церковь Как еще вы можете оторваться вообще в свои 20 лет? Я, например, обожаю скалолазанье Часто хожу на крышу завода А еще люблю помогать нуждающимся Недавно провела год в Перу Обалдеть! Вот это, понимаешь, молодежь в Дании развлекается У нас просим вечеринки, клубы, дискотеки, бары, рестораны А тут скалолазанье И в Перу ездить помогать кому-то Господи! Ой, где мои 20 лет? Спорт – неотъемлемая часть жизни каждого жителя Копенгагена Чтобы поддерживать себя в форме, им даже не надо ходить в фитнес-клуб Для этого у них есть велосипеды, на которых многие из них постоянно передвигаются по городу В Копенгагене велосипедов больше, чем машин Конечно, местные жители любят спорт и охраняют планету от выхлопных газов Но главная причина все же не в этом Многие местные жители не могут позволить себе приобрести автомобиль Из-за огромного налога на владение этим видом транспорта К слову, налог на авто здесь один из самых высоких в Европе И порой он превышает саму стоимость автомобиля Велосипед помогает мне не толстеть Наматывая десятки километров в день, лишние кило мне не страшны Несмотря на то, что у каждого члена нашей семьи есть велосипед Без авто нам не обойтись Так что пришлось раскошелиться Боже мой, я так обожаю все аттракционы Качели, карусели В детстве я в садике, в школе Ой, вот это было мое самое любимое место Думаете, я где? На детской площадке? Нет! Я в доме для престарелых, да? И вот моя подруга катается Хи-хи-хи-хи Вот это красота! Вот это я понимаю! А? Матильдочка, нравится, да? Классно! Вот это я так встретила старость В этом доме могут арендовать квартиры только те жители Копенгагена Которым уже исполнилось 55 лет Бывшая церковь, которую переделали под жилой многоквартирный дом Вмещает в себя всего 28 человек У каждого жителя или семейной пары Свои отдельные апартаменты с кухней и санузлом Но при этом все частенько собираются вместе в комнатах общего пользования Честно сказать, я много в каких-то домах была Ну просто это осад у вас какой И тишина такая Господи, какое счастье быть пенсионером, ребята! Первый раз оказываюсь Здесь было пусто Я все сама тут обустроила Проходи в гостиную Моя квартира 59 квадратных метров Но плачу я за 92, так как общие комнаты делятся на всех поровну Слушайте, тогда я вам просто завидую, я вам хочу сказать Боже мой, какая шикарная И вид из окна такой красивый у вас Если вдруг в гости решат заглянуть дети или внуки Для них есть специальная гостевая комната И каждый житель дома имеет право арендовать ее на 10 дней в году И в сутки она будет стоить всего 50 крон Хотя внешне ничем не уступает гостиничным номерам, которые стоят в 20 раз дороже Пока я смотрела дом, во двор вышли подышать воздухом местные старожилы Я решила к ним присоединиться и узнать Как живется пенсионером в Копенгагене То есть любой человек, который выходит на пенсию в Копенгагене Может сюда приехать жить, переехать? У нас здесь строгий отбор кандидатов Нам очень важно, чтобы каждый новый житель разделял наши ценности А вот был какой-то случай, который вы можете рассказать Что вы отказали людям проживание здесь И какая была причина этому? Было такое К сожалению, мужчина не мог сам передвигаться И ему стоило переезжать не к нам, а в дом с медперсоналом Мы были вынуждены ему отказать То есть я правильно понимаю, что сюда, ну, это надо взнос какой-то сделать? Или это стоят апартаменты каких-то денег? То есть люди продают свои дома и сюда переезжают? Или это бесплатно? Мы арендуем апартаменты, поэтому никаких взносов нет Просто ежемесячная оплата от 8 до 11 тысяч крон Большинство жильцов этого дома либо в разводе, либо обдавили Но судя по их горящим глазам, новые романы здесь не исключены А тут, ну, у вас, наверное, тут случается, может быть, кто-то кому-то нравится И тоже начинают встречаться, правильно? Нет Мы бы рады, но женщин у нас в три раза больше мужчин Так что здесь особо негде разойтись Выплаты у вас хорошие на пенсии вообще в Дании? Государственные выплаты небольшие, поэтому каждый житель делает отдельные накопления И к моменту выхода на пенсию в 65-67 лет общая сумма пенсии получается вполне хорошей Примерно 13-15 тысяч кроны в месяц Ну, скажите, вообще вот в Копенгагене жизнь прекрасна до пенсии или на пенсии? Мы прекрасно себя сейчас чувствуем Здоровье пока не сильно беспокоит Деньги есть, а свободы хоть отбавляй Так что нам абсолютно ничего не мешает быть счастливыми пенсионерами Ну, вообще мне кажется, что это, наверное, самое прекрасное, что можно придумать на пенсии Когда ты живешь в окружении своих единомышленников, своих сверстников Вы по вечерам вяжете, сидите в саду, слушаете музыку Обсуждаете какие-то политические скандалы Постоянно можете переговорить со своими недовольствами Это же так прекрасно, чем когда сидеть одному в квартире И вязать одному, и смотреть телевизор, и ругать правительство Лучше же это делать в коллективе Ох, красота! Чую, соберу я команду на пенсию И будем мы с ними вязать Взрослеем и порой теряем вкус к жизни И забываем о том, что надо радоваться И наслаждаться каждым мигом Будто вся жизнь еще впереди Субтитры создавал DimaTorzok Если бы я родилась в Копенгагене, то с учителем в школе я была бы на «ты» Могла бы кататься на лыжах по крыше завода Редко посещала бы салоны красоты Но всегда бы оставалась счастливой, потому что... Я здорова Мои родные и близкие рядом Я не загрязняю природу Я могу быть собой Могу получить образование Могу дать лучшее детям Могу защитить слабых Могу заниматься любимым делом Могу помогать людям Могу оставить след после себя Наслаждаться своей жизнью Или мечтать о жизни других Это выбор каждого Но не забывайте, что в погоне за чужими идеалами Можно потерять драгоценное время И так и не узнать никогда Что такое личное счастье Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok